следующая категория лактонность это на дико правильно кокосовая и как вы думаете что у меня в этой серии в этом батальоне ароматиков конечно же я уверена что каждый из вас здесь вспомнил в начале про сальвадора долин девочки и вот я его не покупала года два и я вам сейчас расскажу почему мне он казался не стойким не то что казался я проверила я была в бракарде наносила его на блоты и наносила его на запястье в общем я как-то не хотела покупать он стоил сейчас чуть дороже но даже сейчас это очень доступно это такая дитка совсем демократическая какая-то цена на него было и есть собственно говоря и я думала он не может аромат стоить за такую цену или ну совершенно доступный аромат быть стойким потому что на самом деле слушайте мускусы это очень дорогой ингредиент амбра это еще дороже то есть ну вот все такие ноты которые отвечают за бабло не базе они отвечают за стойкость аромата шлейф они очень дорогие я думаю ну наверное это вообще какая-то ерунда хоть о нем многие блогеры говорили что это тоже классика классика ой как он мне нравится плюс кокос здесь в старте его нету в старте много свежести и вот в чем была моя ошибка я его нанесла он не этой свежестью какой-то цитрусовостью типичным звучанием таких каких-то свежечков цитрусовых он меня останавливал так вот я когда была в командировке где-то я опять-таки нанесла его в очередной раз меня привлекал дизайн флакона это очень красиво там есть еще классический такой дали сальвадор дали это кстати лагуна ребята это лагуна пишу все показываю а там есть классический такой желтенький желтого цвета вот он тоже красивый но этот по дизайну и по цвету более как бы импонирует вот нет даже без носа нравится больше просто губочки такие секси такси губочки вот короче я думаю где где этот кокос все говорят кокос дали дали кокос в лагуне супер такой косметический кокос не гурманский слушать в общем я была командировки я его нанесла на себя каком-то магазине девочки ну просто нужно было подождать и не минуту и не 2 не 5 нужно было хороших добрых там 20-30 минут для того чтобы это дали распыдорился на мне и я почувствовал этот сладкий аромат лактонности и кокоса то есть его просто нужно дождаться но не все конечно любят чиз мой молочный улун вот я вот крыла закрыла и вот он мне даже сейчас чуть-чуть пахнет вот этой вот цитрусовой свежестью общем я сейчас не чувствую в нем этой сладко сладкой кокосины но она тут есть и я вам докажу здесь просто сто пятьдесят восемь тысяч ингредиентов скажу вам об основных за лактонность здесь ответственный кокос с ванилью он здесь в базе поэтому понятно да то есть лактонность формируется там еще и пачули и амбра и мускус тут тоже есть поэтому это все формирует лактонность я объясню почему на старте долго такой свежий потому что здесь куча цитрусов персик грейпфрут мандарин какой-то там и еще и ананас это все такое свежики свежики на старте которые очень долго остаются свежиками потом просто в базе здесь тоже есть ландыш с жасмином ландыш вообще не с ландышем тоже кстати не очень сложилось но ландыш тоже дает эту свежесть поэтому вот его нужно долго разносить на разнашивать долго на себе носить чтобы дождаться этой мускус на кокосово ванильной вот этой вот базы а здесь еще заложено покладина еще и какой-то итальянский ирис который тоже он холодит в общем вот эти все холодные цитрусы на старте холодные ирисы с ландышами в середине звучания они вас конечно же ну скажем так отдаляют от этих лактонных нот ванили с кокосом в общем нужно с ним очень хорошо познакомиться и пожить пожить вместе для того чтобы раскусить я это сделала и поэтому конечно же вот пожалуйста у меня теперь сотня сотня этого счастья которая интересная которая очень многогранная и поэтапно раскрывающийся аромат я прям думаю как я без него жила по стойкости ну не буду лукавить это конечно не сердце там и не не dior и не ланком он не такой стойки то есть он ну наверно часика три-четыре вот я честно скажу три-четыре он на мне сидит близко кожи шлейфа тоже огромного от него не наблюдаю это ближе к такому ароматику который я наношу с утра до обеда я его чувствую то есть его нужно обновлять то есть ну извините поэтому и стоимость соответствующих три копейки стоит покупайте и наслаждайтесь обновляйте его на себе и кстати когда вы его обновляете я обожаю это делать вы нанесли его на себя походили пару часиков он уже перешел в эту сладкую лактонную ноту ванили с кокосом потом вы его обновляете к вам опять приходит это слива этот мандарин этот ирис и это многослойность одного и того же аромата на разные проявления одних и тех же нот просто они дают невероятную ноту звучания в общем это очень нравится нашу его часик 2 обновила он еще ярче звучит интереснее но это лактонность она не уходит то есть он уже остается такой кокосово-сливочный обожаю этот аромат рекомендационно ставлю его тут тоже чтобы было вам видно так следующая кокосовая просто сказка это кокосовое наслаждение это просто лето это просто пляж я не знаю догадаетесь вы или нет даже коробку не выбрасывал потому что коробка очень красиво это богиня богиня лактонности кокосово эсти лаудер вам видно вообще до эсти лаудер бронз голод из голды богиня бронзова богини на называть я объясню почему бронзова это вообще моя интерпретация давайте в конце концов до коробка коробкой посадили она там внутри бронза с таким вот голубым цветом морской волны очень-очень красивое сочетание на коробочке вообще так нельзя доставать вот так вот за крышку нельзя достать что на может упасть крышки не все плотно сидят но простите меня простите прести мое солнышко вот эсти лаудер годность бронз годность годность такая красота посмотрите-ка я видите все серьезно я купила сотню прошу я поняла тоже тестила пробник поняла что я хочу и я буду носить это это лет это пляж это загорелое тело это кокосовая сладость это ванильность лактонность хотите это одна из самых интеллигентных лактонности то есть здесь нету никакой ну как вот например садике вольтер м и естественно не вам сегодня говорить я уже не знала какая-то серия будет по счету попадаешь на время я уже не смотрю то есть я поделю это на разные серии это одна из самых интеллигентных вот этих звучание лактонности для меня то есть она здесь нет непростая не буквально ванильная кокосово это очень классный интеллигентный женственный аромат сложнейший но кости лаудер найти это американский бренд и он всегда воевал за первенство за внимание за своего покупателя за своего почитателя и их ароматы очень разные но мне нравится в них стойкость и яркость этот аромат тоже яркий поэтому этим переборщить сложно конечно если вы там белый лен на себя три раза пшик нити то это будет жесть или знающий да но он новый там вообще там такая сила здесь нет здесь он намного тонны он мягким сливочный с ним не переборщить не переборщить и но тем не менее он яркий и он будет на вас звучать вот эта штука целый день нанесете как прибьете будете ходить с этим целый день поэтому имейте ввиду просто об этом нужно знать что же в этом аромате у нас от стилала до девятнадцатого года вообще аромат из не такой же и старенький эсти молодцы работают понятно что исключительно женский аромат поэтому не буду даже как сказать говорить что то какой-то унисекс общение и близко тут унисекса нет это исключительно женский аромат здесь за эту лактонность ответственный как всегда кокос то есть этот аромат с кокосом но не буквально и он здесь на старте то есть вот вы его сразу чувствуете потом она все уходит в тиаре и вот это тире сладость тире с и кокосом и базе еще ваниль с амбре и сандалом тут все просто то есть не так много нот но это гениально то есть сделали ванильку с амбре и сандальчиков амбра здесь тихо то есть ее здесь немного в основе то есть ваниль с сандалом в базе а это пляж я уже говорил да это крем от загара для загара nevermind но это об олете это о солнце это а без как это называться в беспечности такой это о спокойствии это о веселье хотите но тут нету цитрусовых никакого шампанского многие говорят что ароматы с шампанским кстати опять будет спойлер я заказала себе аромат с которой с шампанским и с мороженым боже мой вот лолит олимпика у них вышел новый омабищ пищ пищ пищи не бич на он обещал и ты моя лань да ты мой олененок вот мне сказали что там какая-то прямо виртуальная нота шампанского мне стало очень интересно его заказала жду потом расскажу вам ну здесь это никакого алкоголя здесь нету шампанского здесь нету но вот это вот беспечность вот эта легкость умиротворенность если хотите дымность нету ладана тут нету он женственно он такой знаете не для юных подростков для таких я бы сказала женщин которые уже так на нервничали знаете которые все равно и пусть весь мир подождет даже если идет война и и тревоги и и это для таких вот женщин которые знают себе цену которые никуда не спешат которые умеют отдыхать которые умеют расслабляться в общем я уже столько всего наговорила об этом запахе он лактонный он тоже ванильно мороженовый и кокосовый и это лактона здесь очень глубоко сидит и не выдает себя с первого шика с первого вдоха я его обожаю недавно купила пачку видите там я не любитель собирать эти упаковки но его оставила то что это же просто какая-то сказка посмотрите как он красивый и внутри вот его открываешь внутри это бирюзовая бумага красота меня не могу я не рука не поднимается выбрасывать эту красоту я извинялась взялась вот такой вот я там шила и мид на петку машины классное такое слово в евангелии вы часы иисус христос употреблял шла инст вообще-то грех это накопление грех накоплениям шла иметь за человек который знаете есть у пожилых людей к сожалению вот они все собирают пустые баночки и кулечки какие-то коробки пустые бутылки с под шампанского или кода другого дорогого алкоголя вот это называется мшелоимец а так вот я не мшелоимец у меня вот я стараюсь выбрасывать ровно столько сколько я заношу к себе в дом я приношу какие-то новые покупки новые вещи новые продукты и мне надо выкинуть столько же чтобы не захламлять то место где живу долга есть такая вот концепция может отдельно кстати рассказать вам о своих таких концептуальных лайфхаков которые делают мою жизнь более упорядоченная что ли вот это есть но в данном случае вот если мне очень нравится упаковка вот такая вот красотища я не могу выкинуть я что-то выше моих возможностей руках не поднимается поэтому эти коробочки оставляю ароматик вот живет в своей коробочке дальше ему повезло солнце скоро подступит моему лицу поэтому мы делаем что правильно закрываем штуру и продолжаем так мы закончили с лактонностью ванильной и кокосовой мускусная и переходим переходим к как вам сказать мы переходим к лактонности прям растерялась на как 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 можно сформулировать этот вид лактонности лактонность чисто сливочная вот это звучание молока сливок хотите сливок эти молока но сливки может быть ярче звучат вот это вот сливочность которая сама по себе является сливочностью и начну тут тоже по сути три аромата я начну с более простого аромата это жил сандер сан я о нем вспоминала жил сандер это бренд который делает одежду красивую сумки невероятные за ну недешево но вот их ароматы очень доступны и здесь ключевая ключевая информация которая должна прозвучать это очень доступно и несмотря на то что они недорогие они стойки то есть можете спокойно покупать но вот те ароматы которые у меня есть и номер четыре и сан они стойки я не могу сказать что это на час-два звучание не будут на вас ведь часа четыре пять точно в общем вот этот сам жил сандер сам солнышко он между прочим чуть-чуть чуть-чуть как моя младшая дочка где-то вот с этим с этой богиней бронзы бронзовой богини тут чуть-чуть есть общее звучание потому что наверное здесь тоже есть кокос я не уверена но мы сейчас посмотрим если здесь кокос жил сандер я уже немножечко запуталась потому что здесь точно лактонность такая ваниль на молочная не кокосовая так жил сандер амбровый пудровый ванильный окей согласно запах был создан в восемьдесят девятом году девочки на минуточку это довольно таки такой уже бывалый дружочек но он звучит очень современно прям я сказала ультра современно звучит летом это супер зимой наверное солнечные бы дни я бы выносила он не свежим очень такой теплый лактонность это все про теплоту вот такой вот уют здесь еще тоже есть что-то от крема для загара но здесь еще есть гвоздика вы знаете короче верхние ноты фруктовый лимон лист черной смородины бергамота я вообще-то здесь не чувствую но вот эта лактонность здесь тоже создана ванилью амбра бутанка мускус сандал лист табака даже здесь есть в базе понимаете он усаживает то все знаете как вам объяснить нелегкий аромат то есть вот табачочек он его так приземляет и утяжеляет почулька здесь чуть-чуть есть илан здесь сладость придает гвоздичка чуть-чуть дает такую пряность но в то же время здесь есть чуть-чуть розы и чуть-чуть ландыша ирис на минуточку то есть здесь столько намиксовали но он сладенький чуть-чуть совсем то есть знаете вот мы говорим о ароматах сладкий на самом деле он не сладкий он то есть гурманской сладости сахара какой-то карамели здесь нету он теплый вот правильный сказать синоним сладости в парфюмерии это теплота он теплый он такой нежный вот такой женственный но кстати он слегка унисексовый да я спокойно его вижу на мужчине это унисекс но сладенький такой тепленький унисексик наверно табака дает эту чуть-чуть ноту такую которая дает мне право назвать этот аромат унисексовым это стекло кстати я его обожаю вам не видно здесь уже осталось на донышке обязательно буду покупать лактонный красивый но не гурманский но тем не менее очень теплый и приятный рекомендацион предпоследний предпоследний бренд но это три ароматика на самом деле два ароматика которые про такую знаете самую лактонную лактонность я уверена те кто в курсе дела все прекрасно знают о чем будет идти речь да это задик вальтере конечно же я не могла без него сделать эту эти я уже не знаю два или три видео из насколько тут серии получится вот это неважно без задика вальдере моего самого лактонного любимого аромата это видео бы не могло вообще состояться это один из самых лактонных ароматов которые можно назвать вот лактонным на все сто процентов его проявления слушайте я слышала не раз о том что фу рисовой кашей пахнет каким-то молоком которое пригорело на кастрюле я не знаю как какое пригорело вообще он свежий вы не поверить для меня он не очень-то и теплый и сладкий это свежая лактонность которая должна быть мягкая и теплая вот я не знаю как это удалось задику но это факт и мы сейчас его раскусим будем раскусывать давайте его найду ванильный древесный лактонный сто процентов то есть именно это так аромат шестнадцатого года тысячу ой две тысячи шестнадцатого года не не падайте в обморах две тысячи шестнадцатого года то есть ну такой уже бывалый дружочек вам видно вообще сколько его тут осталось то поэтому кстати я купила еще один аромат хотите просто поржать я думала видел с ну и чуть другое с такими рисунками я почему-то под увидела просто новое оформление подумала что это какая-то новая новое произведение задика вальтере которая из линейки этих this is her аромат называется this is her я даже не почитала сколько как этот аромат называется другое оформление видите нанесены как это назвать такие боже мой не гравюры а в общем рисунок такой красивый я подумала что это другой аромат я его заказала купила кинула в корзину в интернете даже не тестил думаю да но мне все задики нравятся короче девочки оказалось что это такой же аромат просто новый выпуск самой бутылочки поэтому я такая довольна этот заканчивается уже видите сколько вот там вот видно да вот это одна четвертая осталось но у меня теперь еще есть вот такая вот 50 миллилитров вот такая вот новая бутылочка поэтому а от двух бутылочках мне не придется рассказать потому что это один и тот же аромат вот вот это вот лактонность сливочная откуда она здесь и я когда его тестила я не могла понять это не ванильная лактонность это не косовая лактонность это не карамельная лактонность тут уникальный какой-то ингредиент который дает эту эту лактонность я вам сейчас открою этот секрет это каштан да это каштан знаете киев это город каштана у меня я живу на улице сечевых стрельцов у меня вся улица в каштанах вся но это же декоративные каштаны которые очень красиво цветут белыми свечами такие некоторые розовыми свечами они не дают этот аромат каштана в первый раз в жизни года четыре назад когда мы сможем были время романтичная история мы на годовщину нашей свадьбы не помню сколько там лет уже там вместе были 13 на кстати в октябре это мы поехали в рим город влюбленных мы поехали в рим на не 5 в общем я попробовала там первый раз жареные каштаны да и вот и закрылся мой бештальт вот эти жареные каштаны аромат жареных каштанов кстати они были похожи знаете что на что еще смеяться они были похожи на фасоль много ну тоже такие бабы нуд фасоль но аромат был вот именно такое каштан и в этом аромате из всех всех этих лактонных молочных сливочных ароматов в пирамиде официально заявлены взбитые сливки вот поэтому он король сливочности потому что здесь есть эти взбитые не просто сливки взбитые сливки с ванилью и каштаном в сердце аромата сердце самое самое ну и все это на сандалии с кашемированным деревом в общем это невероятно красивый аромат я еще поэкспериментировала и купила себе я тестила его тоже немножко тестила вот такой вариант здесь из ас то есть если это одессе схем это она то это висит а нас это унисекс кстати это тоже унисекс спокойно здесь и слона и него садится нечего делать чтобы не сказать грубее здесь больше свежести то есть я не буду на нем останавливаться меньше лактонности во всех задиках вальтере может больше свежести и окости и унисексовости поэтому я не буду останавливаться так как это не самый яркий представитель лактонного аромата у нас остался один аромат про лактонность и сливочность и я почему он как бы отложила на последний экземпляр потому что то о чем мы говорим в начале и о чем мы говорим в конце хотя я уже не знаю на сколько кусков я буду резать это видео нарезать его вот так как колбаску я оставила короче информацию об этом аромате на самую самую последнюю очередь потому что я хочу вы его запомнили я думаю что но опять-таки это субъективно на мой нос это один из лучших ароматов которые я приобрела в этом году я много покупаю ароматов ну вы поняли да все серьезно я коллекционирую духи и обожаю открыла для себя новые какие-то ароматы и и бренды даже в общем это минутка молчания просто давайте посмотрим на эту бутылочку белая бутылочка это мимо это ниша и это гениально это мимо тамаринда это париж кстати делать я почему-то как-то я думала что-то или испания или британия оказывается нет это франция очень современная визуалка да то есть очень лаконичные но огромные флаконы есть тестеры но у них нету 50 миллилитров 30 миллилитров хочешь носить мимо вот пожалуйста покупать соточку и это очень дорого девочки это это может поэтому я их очень редко покупаю у меня есть несколько ароматов от мимо они все дорогие это по моему один из самых дорогих я же не знаю сколько он стоил сколько он сейчас стоит нет прям страшно представить не буду вас пугать в общем это дорого и она того стоит почему это дорого я не знаю но когда вы его носите вы начинаете догадываться это аромат бесконечной стойкости вот вы его нанесли на одежду на одежде он будет у вас до следующего сезона нанесли его на какую-то кофточку положили и весной достали она у вас будет пахнуть мимо тамаринда сладкие фруктовые есть белые цветы есть теплый пряный какой-то оттеночек ароматец не очень старенький 2018 года но здесь есть ваниль все-таки заявлено и я думаю что то еще давайте посмотрим и ваниль и пачули в базе но здесь есть кокос ананас и иланг иланг я думаю эту лактонность делает микс именно этих ингредиентов но на старте он свежий мне говорили когда я о нем смотрела какие-то видосы читала что он такой мягкий что он такой лактонный вот тут такая же история как сальвадором дали лагуна на старте очень много разных цитрусовых и нюансов то есть тут и мандарин и апельсин бергамот кардамон то есть это все такие свежие штучки и вот они на старте это звучат но потом кокос потом иланг-деланг мой любимый один из моих любимых ингредиентов это иланг-деланг я считаю что это лучший аромат для женственных женственных теплых такой парфюмерии которая про женственность вот это иланг-деланг там для меня с вами он там должен быть ну естественно бензинчик с пачульками тут классический есть но вот для меня это рай просто это такой летний такой лактонный но в то же время он вот как ни странно самый-самый сливочный это конечно this is her он не такой сливочный но здесь это сливочность она настолько приятно она этим хочется пахнуть этим хочется тянется рука все лето вот я все лето его ношу это можно лить на работу да он не про легкомысленные какие-то там знаете есть ароматы для выходного дня больше нет спокойно он очень довольно таки серьезно звучит но он летний он солнечный он немного немного такой позитивненький но не легкомысленный он говорит о том что вы сильный человек что вы оптимист вот я нашла синоним тамаринду оптимизм но и сила в то же время и вот эта мягкость и лактонность то есть мне кажется человек который пахнет мема тамаринда он не конфликтный то есть он сильный но не истеричка он не конфликтный он такой уверенный в себе он такой сильный он такой взрослый вот это взрослый уверенный в себе человек женщина которая знает себе цену в то же время оптимистка вот так вот я назову этот аромат отдельно надо будет рассказать о нем слушать это глубина такая это тут и трансформации такие происходят от свежака до такого нелегкого теплого ароматика я наверное сделаю отдельное видео но заканчиваем нашу подборочку тамаринда прекрасный аромат дорого дорого много его я уверена хватит на года наверно на году поэтому рекомендацион тоже лактонный шикарный аромат на данной позитивной ноте я заканчиваю свое длиннейшее видео девочки я его делала больше часа это при том что я не снимала дубль не люблю потом резать вырезать нарезать в общем больше часа сделаю наверно три видео если не 4 лактонность сливочность обожаю рекомендую тестите пробуйте экспериментируйте для лета для ранней осени мне кажется лучшей категории аромата вы не найдете ну я их обожаю рекомендую вам все если вы со мной если вам хоть чуть-чуть было интересно и не скучно пожалуйста ждут вас лайков потому что я тружусь и я хочу чтобы мой труд хоть чуть-чуть был вами замечен подписывайтесь на мой канал слушайте приходите ко мне на встречи идите в мир и пусть мир наслаждается вами и до новых встреч до новых встреч